Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня с вами Юрий Спасококотский и Егор Рубанович. Всем привет! Эта трансляция не будет очень продолжительной, потому что у меня много работы сегодня. Может быть максимум до часа. Но дело в том, что многие спрашивают, вот мы ждем, вот мы хотим, чтобы нам подсказали. Также мы хотели бы напомнить вам, что принципы методики каждого тренера могут несколько отличаться. То есть, у Егора свое видение, как надо тренироваться, у меня свое. В чем-то мы полностью согласны, в чем-то могут быть противоположные точки зрения в силу тех или иных причин. Но это не означает, что мы там являемся какими-то врагами или что-то такое. Вы, в свою очередь, просто когда задаете вопросы, вы пишите, вы спрашиваете Егора. Вопрос к Егору, вопрос к Юре, вопрос и к Егору, и к Юре. И мы будем отвечать... Я добавлю маленько, извини, Юр, что перебью. Наоборот, мы с Юрой больше получаем удовольствие от того, что в некоторых вопросах мы не совсем согласны. Но мы спокойно общаемся, дискутируем, никогда не оскорбляем друг друга, с уважением относимся. И я думаю, что это, наоборот, как бы зрителям дает больше пользы. Ведь и мне, и тебе пишут люди, что им нравятся стримы, где мы с тобой вдвоем вот в таком диалоге общаемся на различные темы, связанные с тренингом, с питанием. Самое интересное, что пока вообще не вижу нашу трансляцию. Я даже не знаю, идет ли она. Судя по тому, что есть кто-то, уже зрители есть, то трансляция пошла. Но я пока не могу ее найти. Когда я ее найду, я ее найду. Я нашел. Я тоже сложно искал, но нашел, появилась она. Ну, сейчас его у меня появится. Сейчас у меня появится. Поэтому, что-то тут в предлагаемых, по-моему, да, ты нашел в предлагаемых? Не, я нажал на, в YouTube нажал на подписки, и я на тебя подписан. Вышло, что ты начал прямую трансляцию. Может, ты мне ссылку скинешь? Я не могу даже свою же трансляцию найти и ее показать. Показай, я могу ее репостнуть. Давай, я тогда. Сейчас тебе скину ВКонтакт. Я уже вижу вечерний юбинт. Все. Общение с подписчиками в эфире нашел. Сейчас мы ее быстренько. Ты не скину ВКонтакт. Если можно, у себя ВКонтакте репостни. А я репостну у себя ВКонтакте. И пойдут зрители немножко. Вот, я у себя ее. Мы в эфире пишу. Да, друзья, если вы только подключились, задавайте вопросы. Мы сегодня с Юрой хотим поотвечать именно на ваши вопросы. Если у вас есть вопрос к Юре, или ко мне, или к нам обоим, пишите, кому вопрос, и мы по мере возможности будем на них отвечать. Егор, у меня есть администратор. Ничего себе. И он подарил мне сообщество. Какое? Мой администратор, он из Казахстана. Он администратор ВКонтакте. И он, этот администратор, он такой добрый парень оказался, он мне благодарен очень, что его взял на работу, чтобы вести мое сообщество ВК. И он решил сделать мне подарок, подарил казахстанское сообщество. И стрим 300 и 200 казахов. Ничего себе, круто. Я сейчас на репосту наш стрим. Ну ты это, ты намного круче меня во всем. У меня нету людей, которые бы ввели какое-нибудь в мое сообщество. Даже Инстаграм сам веду, представляешь? Нет, я Инстаграм веду сам, а ВКонтакте и Телеграм ведет Снежок Есен Гараев. Прикольный ник. Ну я ВКонтакте репосту. Это не ник, это его реальное. Серьезно? Сейчас в сообщество добавлю на YouTube. Ребята тоже, может, зайдут. Так что, давайте начнем тогда. Да вот сейчас люди подтянутся. Я сейчас еще на странице своего канала закреплю. Ну, вот. Кстати, я смотрел, что ты, пожалуй, там 94 на 4 прогрессируешь, да? Все-таки. Да, я постепенно приближаюсь к тебе. Нет, я модифицировал систему, по которой меня тренировал. Тренер, да? Дело в том, что она не подходит для бодибилдинга. Я переделал уже ее под бодибилдинг. Вот свои цели. В конце концов, в конце концов, у нас свои цели. Мне нужны дельты, мне нужны широчайшие. Пауэллифтинг. В пауэллифтинге эти группы мышцы тренируются в режиме, скажем так, ну, как тебе объяснить? Подсобки. Подсобки. И тренироваться больше полу года, да, да, конечно, говори. А ты не думаешь, что, ведь даже не будем сейчас, да, с тобой затрагивать тему различных там мышечных волокон, а ты не думаешь, что даже просто вот смена такого режима в плане периодизации, там, неделька, через неделю, тоже будет положительно сказываться, даже если мы не будем с тобой вникать во всю эту биохимию, да, потому что, как мы видим, при всем уважении и к Виктору Николаевичу Силанову, и ко всему, это все-таки теория. А практика показывает, что и то, и то работает, да, ведь и твоя методика работает, и моя методика работает, и работают методики других наших блогеров, известных или неизвестных. В том, что работает твоя методика, я абсолютно не сомневаюсь, потому что я могу даже объяснить, почему. Человек увеличивает результаты в базовых упражнениях, да, он становится сильнее. Ну, какие-то группы мышц, может быть, у него отстанут, какие-то у него, наоборот, может быть, будут опережать, но базу он так или иначе получает, и причем, когда я пришел в зал, вот я делал 17 упражнений, и тут мне, ну, за тренировку по Вейдеру, три плаката по 17 упражнений. Я помню. И тут Вейдер, то есть тренер, Вейдер не подходил ко мне, тренер подходит и говорит, вы знаете, ребятки, я делал полтора года только одно упражнение, жим-лежа, все. Иногда я по большим праздникам добавлял немного трицепс, то есть, ну, там, может быть, жим-муским хватом, или брусья, да? То есть, он делал полтора года только вот два упражнения. Говорит, я прибавил там, через полтора года я делал 150 килограмм жим-лежа, и у меня все мое тело стало сильнее, ну, видимо, весь верх тела, да? Ну, да, потому что я хотел сказать, не приседая, не делая тяг, ноги-то не развиваются. Да, но, в принципе, он сам того не знаю, уже тренировался по методике, которую предлагал тот же Стюарт Макроберт, тот же Фалеев, тот же Егор Рубанович. Называется сокращенные программы. Сокращенные программы – это страшная сила для натурального бодибилдера. То есть, лучше делать вообще одно упражнение, один жим-лежа, или там один присед, чем ты будешь делать 20 упражнений и стоять на месте. Я первые три года делал, извините, там, 30 упражнений, ходил в зал 3 раза в неделю, по 3 часа. То есть, я на самом деле серьезно занимался 3 раза в неделю по 3 часа. Это как... Юра, я 5 раз в неделю ходил, работая на конвейере. Я такой же был повернутый, как и ты. То есть, представляешь, но я ничего не мог больше. Я только ел, спал и работал. Все. Меня два года, никто никогда не видел нигде ни о чем. Слушай, вот хорошие вопросы два поступили вот подряд. Первый от Альфа Зира. Юра, ответь, аргинин натощак на ночь повышает гормон роста? Дело в том, что те же самые, как сказать, научные сотрудники спортивных лабораторий, спортивной адаптологии рекомендуют повышать гормоны с помощью тренировок. Ну, и Виталий Дан, которого ты называешь не методистом, а скорее, как бы, просто хорошим парнем. не методистом в том плане, что он он же все-таки на YouTube зарабатывает деньги, он нашел больше. Он не заморачивается. Он вообще только первое видео выпустил, где он тренируется. Представляешь, первое видео у него вышло за все время, как он на тренировке. Вот, он не заморачивается методикой слишком, он даже ходит с болью. Он сам признался, что он ходит, через боль приседает, если у него болит колено. То есть, он такой тренер, ну, как сказать. Я так понимаю, он понимает важность питания. Виталий Дан, он ест, ну, просто, он будет есть, вот, на массу, так он будет есть очень много, на сушку, он будет есть, там, строго по диете. не будет нарушать. Он в этом плане уже хорош, да, что питание, это же важно. Но в плане тренировок он не заморачивается. Он просто идет и делает до отказа из недели в неделю. Тоже надо отдать ему должное. Он, грубых ошибок в его тренинге нет. Он делает базу до отказа, как это приписано всем натуралам, да. И он прогрессировал в натуражку. Он говорит, что он в натуражку набрал 11 сантиметров в руках. Но он же показывал фотографии, каким он дрыщом реально был. Его бы не узнать. И Виталий Дан, его минус, что он там не углубляется в методике и на каком-то продвинутом уровне он скорее всего не сможет преодолеть застой или помочь кому-то преодолеть застой на продвинутом уровне. Я не знаю, насколько он может дать индивидуальный подход. Потому что разные люди к нему могут обращаться. Он же не может всем предлагать садиться на курсы, работать базой до отказа. Могут же быть какие-то тонкости. Он просто не углубляется, мне кажется, в чтении литературы там особо и не хочу вернемся к вопросу про аргинин. Так вот, Виталий Дан сказал, что нет смысла повышать свои собственные гормоны приседом. Скорее всего, он то же самое скажет и про бустер, и про аргинин. Его аргументы какие? Что даже изменение дозы экзогенного вещества несущественно влияет на результат. То есть, у тебя там плюс-минус 50-100 единиц по анализу, а результат меняется несущественно. А в натуражку ты если сделаешь присед перед подъемами на бицепс, у тебя на 2 единицы там подскочит эстестерон, а это ничтожно мало. Тестик на 2 единички подскочит. Ну, выпьешь ты аргинин на ночь, а у тебя там гармошка, музыкальный инструмент такой в крови там чуть-чуть шелохнется. Ну, ты понял, да, что можно или уже колоть или уже не запариваться вообще. Просто правильно тренироваться, правильно питаться и не надеяться на эти бустеры и добавки. А ты считаешь все-таки, что аргинин, вот это я так считаю, так считает Дан, но давайте послушаем, я считаю, что аргинин для натурального атлета будет очень хорошей добавкой, но нужно понимать, что мы тоже недавно слышали, что аминокислоты работают в основном все в комплексе. Если вы будете не добирать где-то в других аминокислотах, то возможно Юра и Виталий правы, но в любом случае повышение гормона роста, это можно говорить, Юра, повлияет на вас положительно, даже если это 2-4 единицы, потому что кого я знаю, я раньше думал, что профессиональные бодибилдеры используют серьезно большие дозировки, есть такие, но есть ребята, которые используют 2-4 единицы каждый день и неплохо прогрессируют, но конечно это в первую очередь такие дозы больше скажутся на рельефе, наверное Юра согласится, особенно если вы на диете, поэтому если у вас есть возможность, то принимайте, это не дешево, вот что нужно понимать, и целесообразно ли, это тоже уже другой вопрос, а вот еще хороший вопрос, Юр, нам обоим задают, мне интересно твое мнение, стоит ли тренировать мышцы голени в статодинамике? Я считаю, что это очень хорошая мысль, потому что, как я понимаю, именно голень является причиной возникновения одышки, даже при подъеме по лестнице наверх, если ваша цель выносливость, во-первых, не факт, что вам нужна выносливость, если вам нужна эта выносливость, то статодинамику вообще можно попробовать включать не только для голени, но и для других мышечных групп, для мышечной массы, если. Ну, понимаешь, если человеку интересно и выносливость повысить, то он не вырастет массу, так хотя бы выносливость увеличит. А если ему надо конкретно гарантии, что вырастет масса, таких гарантий, к сожалению, мы дать не можем. Но ведь не секрет, что и ты с этим соглашаешься, а в голени преимущественно окислительные мышечные волокна, или назовем их медленными, потому что она постоянно работает. И я вам скажу, друзья, просто попробуйте один раз поработать статодинамики на голень, и вы обалдеете от результата, обалдеете именно от того, насколько они будут болеть, насколько по-другому будет нагрузка, при том, что вес будет реально маленький, реально смешной. Чтобы задать вопрос без очереди, пройдите, я сейчас опишу текст, пройдите, воспользуйтесь ссылкой в описании на донат, да? Вот тоже хороший вопрос. Если нет возможности приседать с большими весами, есть ли смысл приседать с малыми? Ну, я думаю, вы имеете в виду, что у вас может быть ограничен весовой набор, то, конечно, имеет смысл. Я думаю, Юра согласится. Если вы будете приседать на 20 повторений, вы будете получать тоже пользу, поверьте. И, возможно, для вас это будет срабатывать и на работу массы. Гормоны, по крайней мере, выбрасываться будут. Я напоминаю, я напоминаю, что у меня с Егором, при всем моем уважении к нему, противоположные некоторые взгляды. Я плохо отношусь к татодинамике, я плохо отношусь к 20 приседаниям, ко всему отношусь плохо. Но это не значит, что Егор не прав. Это я так считаю, что не прав, а он может оказаться прав. Я такой человек, знаете, скромный. Но, мое мнение пока не... Вот когда я получу, получу я результат от 20 приседаний, вот тогда я вам буду советовать. А пока... Егор, вот какой-то результат получаешь от 20 приседаний. Вот опиши нам. Нереальный памп. Мне гораздо легче присесть на 5-6 повторений с большим весом, чем сделать, к примеру, те же 20 приседаний со 150 килограммами. Я после этого просто умираю. И, кстати, очень много бодибилдеров, вот я даже Водянова слышал, который тоже буквально недавно сказал, что не обязательно приседать только с огромными весами. Кстати, Густаво Бадел, который два раза был третьим на конкурсе Мистер Олимпия, он мой друг, живет вот в двух минутах от меня, он тоже считает, что ноги в многоповторке очень хорошо работают. Правда, он не говорил про 20 приседаний, про 20 повторений, он говорил там 15-12, но, извини, Юр, вот я быстренько скажу, кому интересно, посмотрите, у меня всегда отстает бицепс. И я вот вчера буквально просил Густаво, он провел со мной такую индивидуальную тренировку, я выложил коротенькое превью, и эта тренировка больше понравится Юре, потому что она противоречит, в принципе, всему тому, чему учу я. Там была работа такая довольно-таки очень серьезная, с не очень большими перерывами, с работой в отказ, за отказ, но нужно понимать, что многие люди неправильно понимают отказ, особенно, когда об этом говорит Виктор Николаевич Силуянов. Отказ, друзья, в бодибилдинге это не то, что вас концентрически задавило весом, потому что многие как понимают, да, Юр, пришли там, возьмут вес там, 3-4 раза сделали, их задавило, они считают, что они поработали в отказ. Нет, бодибилдинг это когда вы берете вес и не можете продолжать выполнять упражнения, потому что просто нестерпимое жжение, просто боль. Вот это отказ по бодибилдингу. Ты все сказал? Да. теперь я все скажу, все наоборот. А вы потом решайте, кому верить. Я делал 20 приседаний, почитав стерты макроберта. Действительно, я получил такие ощущения, мне было намного тяжелее, чем когда делаю по 8 приседаний. Я сделал 100 кг 20 повторений, во втором подходе я уже смог только 12. По-моему, я вообще больше двух подходов не смог сделать. Ну, конечно, стресс был колоссальный. Я сказал себе, о, как круто. Но через неделю я пришел, я уже не смог сделать 20 приседаний. Я присел только 16. То есть, видимо, я перезакислил мышцы, пошло следить чрезмерное закисление с таким весом, и я потерял, пошел катаболический процесс, откат пошел. Я говорю о натуральной тренировке на 20 повторений по стерту макроберту. Я хотел спросить тебя, Егор, тебе не кажется, что неправильно рекомендовать какой-то метод исключительно, что я почувствовал памп, или вы почувствуете боль от статодинамики. Вот мне, например, нравится такой результат в пользу статодинамики. Я тебе сейчас расскажу. Я тренировал группу спортсменов. Они у меня выполняли статодинамику в течение, допустим, двух месяцев. И 9 из них никакого изменения не получили. Они тренировали не совсем правильно. То есть, они делали силовую, а в конце еще добавляли статодинамику. Не многие из них делали только статодинамику. Были и такие, которые просто только статодинамику делали. Походили в зал, делали статодинамику и все. А некоторые совмещали. Но вот у меня нашелся один человек, и у него трицепс и квадрицепс увеличили свой объем за эти 8 недель. То есть, он точно показал, что у него в квадрицепсе и в трицепсе были эти медленные мышечные, окислительные, прошу прощения, мышечные волокна, они увеличились. Тебе не кажется, что такой вот результат все-таки более нам дает уверенность, что на верном пути человек? Вот нам сказал же сотрудник лаборатории Силуянова, что хорошая идея проводить тест, брать 80% от максимума, выполнять максимальное количество повторений. Если тебе удается сделать больше 8 повторений с этим весом, то это уже хороший знак, что в мышце много окислительных волокон. И есть смысл пробовать статодинамику. Но мне нравится еще твое рассуждение, что даже если вообще вся эта теория Силуянова не работает, хорошо просто делать периодизацию. Да, я тоже за это. Я не уверен, ведь Силуянов все равно это теория. То, что гормоны всем нам нужны, мы это понимаем, потому что, как ты, Юра, говоришь, мы на практике видим, тот, кто использует гормоны, тот прет, тот растет, тот может больше тренироваться, кто не использует, нет. Но мы не можем с такой уверенностью говорить про все остальные факторы, про креатинфосфат, про ионы водорода. В плане теории звучит все это красиво, да. И здесь я с тобой согласен, но хочется сказать в поддержку той же статодинамики, что многие просто неправильно тренируются, и даже по Силуянову неправильно будет проводить одну и ту же тренировку на следующую неделю, то есть в 7 дней это очень мало. Ведь смотрите, с этим тоже никто не будет спорить, все знают, что сухожилия восстанавливаются после хорошей тренировки гораздо дольше, чем мышцы. И сухожилия не болят. Если болят сухожилия, то это уже у вас какие-то проблемы. Так вот, смотрите, когда мы строим новую миофибрилу, представьте себе такую нить. Вот посередине это то, что мясо, грубо говоря, а на концах это же те части, которые относятся к сухожилиям. И понятное дело, что сама по себе новая миофибрила в мышечной части строится гораздо быстрее, чем в частях сухожильных. Я слышал, читал, и Силуянов говорил, что до 90 дней сухожильные части достраиваются. И это подтверждается, многие из нас знают, что те, кто использует астероиды, испытывают огромный прилив сил, и на этом фоне рвутся у многих мышцы. А почему это происходит? А потому, что мясо нарастает, увеличивается, его потенциал и силовой, и объем, а сухожильные части просто не успевают. И гораздо практичнее пробовать статодинамику не делать ее неделя за неделей, а хотя бы, как я уже говорил на предыдущих стримах, делать одну неделю то, что вы привыкли делать, а другую неделю добавлять статодинамику либо что-то другое. И вот в плане периодизации, как мы с Юрой говорим, мы не знаем, что там происходит на биохимическом процессе. Вы выиграете, потому что вы дадите время вырасти и восстановиться не только мясу, но и вашим сухожилиям. Я знаю, что ты против циклирования и изменения весов, отягощения, но я пока что предпочитаю делить микроцикл на объемный тренинг более легким весом и объемный тренинг более тяжелым. Я не против, Юр, это тоже хорошая одну неделю или даже раз в три недели. Мои веса, вот сейчас я, пожалуй, стоя 94 по 4. На следующей неделе я уже буду делать 40 килограмм 6 по 6. Ну, ты понял, да? я потом построю микроцикл и выйду на 90 килограмм 4 по 5 или 94 по 6, потому что я боюсь брать 95 4 по 4, потому что у меня плечо начинает побаливать. Я лучше на меньшем весе, лучше, наверное, 80 сделаю по 8, да? Чем буду делать. Ну, ты понял, я чувствую, что плечевой сустав тяжело относится к жиму больше 90 килограмм. Вот у меня была мысль сдуру и 100 делать, да? Я мог бы уже попробовать разочек и 100 пожать для самоутверждения, но я решил, что нет, я лучше отступлю и потихоньку. Правильно. Я здесь с тобой полностью согласен и поддерживаю тебя, потому что, как мы говорим, это все равно периодизация, ты все равно даешь своей эндокринной системе, центральной нервной системе разгрузку за счет смены режимов, правильно? Ты больше удовольствия получаешь. Это лучше, чем тупое, линейное, постоянное повышение весов. Это приводит к очень быстро. Друзья мои, друзья мои, вот такие люди, как Виталий Данн, Алексей Шердер, они не делают никакой периодизации, никакого циклирования. Они просто ходят в зал и просто делают до отказа. И не растет результат, они думают, что вырастет в следующий раз. И они могут... Меняют упражнения. Да, меняют упражнения, что в принципе является тоже элементом периодизации, потому что другие... Одни мышцы разгружаются, другие нагружаются чуть больше. Ну, то есть, если ты делаешь брусья, там другие углы пошли, чем сжим лежа на наклонный вверх, Те мышцы, которые работали на наклонный, немножко разгрузятся, передняя дельта, да? Не за счет веса, за счет других углов. И таким образом они дают организму, дают мышцам немножко отдохнуть, но эндокринной системе они не дают толком отдохнуть. Никак. И нервной системе, если она устает, что еще мы не выяснили, и возможно никогда не выясним, но мы хотим выяснить, тоже никакого отдыха не дается. А ты сам, Юра, кстати, как думаешь? Вот моя практика, лично мой опыт, это неправильно так говорить, я с тобой согласен, но моя практика показывает, что центральная нервная система утомляется. Говорить, говорить, что моя практика показывает, это правильно. Неправильно говорить, что это только единственно правильная версия. То есть, сказать, что твоя, как бы, не знаю, гипотеза, теория, не знаю. В общем, я могу сказать, что я не знаю, утомляется ли центральная нервная система, я точно знаю, что утомляется психология, психически, психологически, выдаешь. Да, и это 100%. Когда я меняю режим тренировки на любой другой, если я его не менял в течение года или больше, я испытываю такое облегчение, как будто меня... Да, удовольствие получаешь просто, реально. А я думаю, что это способствует выработки гормонов положительных, да, те же самые. Ну, конечно, я не знаю, какие именно, что там выделяется за гормоны. Гормоны удовольствия, дофамин, эндорфин, серотонин, я не знаю, что... Серотонин? Я не... Вроде бы, дофамин при сексе должен выделяться, а эндорфин при испытывании боли, да. Когда ты испытываешь радость, я не знаю, какие гормоны радости у тебя выделяются, но, во всяком случае... Выделяются. Да, во всяком случае, выделяются те или иные гормоны счастья и радости. Я думаю, что это оздоравливает нервную систему и наше здоровье. Я читал книгу, что человек, когда он в хорошем настроении, он здоровее и дольше живет. Они объясняли так, что люди, которые страдают от онкологии, они испытывают такой стресс, когда им говорят диагноз, что они умирают быстро не потому, что там онкология, а потому, что человек испытывает такой стресс и постоянно в нем находится, что все, я обречен, смертный приговор, шансов, особенно еще, когда врач говорит, что извините, но уже все, считай, ты уже не жив. И вот, даже описывал, тот же самый Силуянов описывал, что человека отправляют в велопробег с онкологией, он постоянно едет, постоянно испытывает позитивный стресс, и бывали такие случаи, что человек проехал тысячу километров, и анализы не показывают онкологию, что вот эти гормоны победили заболевание, что он постоянно испытывал позитивный стресс, может быть, это правда, может быть, это какой-то исключительный случай. Ты вот сказал, и я вспомнил, у меня есть знакомая девушка, у которой маме поставили, бабушке, точнее, поставили такой диагноз, и все, уже была серьезная стадия рака, и ее хотели там на химиотерапию, знаешь, как у нас большие деньги, ну, она сказала друзья, родственникам своим, мне как бы это не нужно, я уже как бы прожила все, я вот никогда не была в Америке, хочу попутешествовать лучше, лучше я умру где-нибудь в путешествии. Продала она свою однокомнатную квартиру и прилетела в Штаты. Что-то почти полгода она здесь путешествовала по всем Штатам, они на байках ездили, они кабриолет взяли, по теплым Штатам ездили. И что ты думаешь, когда они вернулись домой, рака как не бывало? Вот я бы тоже не поверил, но это вот история из близкого окружения. А смотри еще, о чем говорят современные исследования, ведь нас все убеждают, что наркотики, такие как кокаин, героин, вызывают страшнейшее привыкание, отказаться от них нельзя без посторонней помощи. А вот смотри, я несколько раз уже встречал исследования, когда доказывают, что социальная среда влияет, как ты говоришь, твое окружение, как ты воспринимаешь мир. Потому что раньше крыс сажали на этот героин, и они действительно не могли от него отказаться. А когда взяли этих крыс и посадили в огромный вольер, где были игрушки разные, где были другие крысы, где было много еды, и две кормушки, в которой в одной из них была хорошая еда, в другой был героин. Что ты думаешь, больше 90% представляешь, крыс самостоятельно, без медицинской помощи, отказались просто от наркотика. Наркотика. Что показывает, что это именно социальная среда, повышение пенсионного возраста, к примеру. Все это приводит к нехорошим последствиям. Я хотел предложить поговорить на популярные темы. Сейчас есть новости. Но сначала, я так понял, от тебя главное новое, что Густаво Бодел дал тебе... Скажи еще раз, как правильно называть его. Густаво? Густаво Бодел, да? Бодел, да? Значит, я правильно сказал. Это действительно спортсмен, о нем много раз слышал. И он провел с тобой индивидуальную тренировку рук. Да, поэтому... Так вот, я считаю, что многие мистеры Олимпия, я не говорю о Густаво. Я говорю о том, что есть наверняка мистеры Олимпии, которые могут взять какого-то натурала, его тренировать. И как результат может быть, так его может и не быть. То есть, например, вот, насколько я помню, Шелестов рассказывал, как его тренировал Флекс Филлер и ухудшил ему результат. Он ему... Шелестов всегда выступал в великолепном качестве. Да. Он приезжает выступать там на Олимпе или на Гнад Классик, добивается внимания Ронни Коллманом. Тот ему говорит, вот сейчас перед выступлением пьешь много воды и ешь много отун... этого... семги, да, семги. Типа, ну, какой-то красной рыбы, которая у них там килограммами... То есть, он ел килограммами эту рыбу и благополучно под руководством Флекса Виллера полностью заплыл, потерял свой знаменитый рельеф и вышел полностью залитым. Вот. Может, это специально было? Может быть. Может быть. Но, может, он как Шварценеггер сказал, ешь соль и орехи. Да, но факт остается фактом. Что, вот если бы ты взял, наконец-то, согласился замерить свой бицепс, обратился к Густаву, взял у него программу для ренировки руки и на сантиметр увеличил, вот тогда бы я сказал, да, Егор, вот это круто. И даже бы попробовал эту программу сам. А так... Я тебе вот что скажу. Я, скорее всего, может быть, это и сделаю. Все зависит. Вот в этом месяце Ясиновский хочет получить визу. Он хочет приехать в Штаты. Я договорился, Густаво Бодел будет его тренировать. Ясиновский хочет второй раз порвать Америку. И я примажусь к этой компании, если они... Потому что это все будет происходить у меня в зале. Если он приедет реально, я на 3, 4, 5, 6 месяцев вольюсь в эту компанию. Я буду снимать специально для тебя все не только видео, но все размеры. Я вижу комменты. Да, да. Слушайте. И хочу... И хочу... Это... Действительно, может, даже тоже и выступлю на соревнованиях. Я здесь... Смотри, смотри, Егор. Ты можешь даже начать вести сериал на своем канале. Мои тренировки с Густавом Абаделом и Ясиновским. Мне кажется, что это отличное трио будет. Три мединых, три известных человека вместе. Все это снимается. Вы там качаетесь. Тут написал Виталий Иванов, что он смотрит мой канал с 2004 года. Представляешь, какая честь? Вот человек уже сколько получается? 14 лет, да? Или нет? Меньше. Я в то время и не знал, что такое интернет. 2004 года. 14 лет человек смотрит мой канал. Представляешь? А сколько твоему каналу лет, Юр? Я не знаю, как он... Вот Виталий Иванов в чате написал. Может, у меня, по-моему, еще канала не было в 2004 году. Он, наверное, смотрел на моем сайте еще. Вот. То есть, есть люди, которые давно меня очень преследуют в хорошем смысле. Так что, видишь, мы должны гнуть свою линию. Тут написано... какие есть новости? Давай обсудим новости. Во-первых, Алексей Шреддер проиграл Виктору Блуду. Ничего себе! Вот эта новость я не знал. Надо будет посмотреть. Я хочу сказать, что это не самое интересное. Вся интрига в чем? Что Алексей Шреддер говорит, что вы понимаете, мне за день перед зарубой с Виктором Блудом выпал, ну, это на вортекс. Битвы, спортивные баталии на канале Воркерс. И вот ему выпал шанс сняться в кино. А мечта Шреддера это стать актером. Кстати, Шреддер вполне мог бы стать новым Ван Даммом. Он более накачанный, чем Ван Дамм. Он делает такие же прыжки. Я был в шоке. Шреддер показал видео, где он делает прыжки, вот эти хвосты в прыжке. Как Ван Дамм прыгает. То есть, у него прекрасная растяжка, он прекрасно единоборствами владеет. Сейчас сняли на канале Труджим были испытания бойцов. Он показал себя самым боевым блогером. Там он набил на груши за минуту больше, чем любой другой блогер. Ну, ты понял, да? Брюс Ли же говорил, что груша сдачи не дает. Так я же не говорю, что он боец. Я говорю, что он вполне мог бы играть бойца в кино. Ну, да. То есть, он владеет приемами, он прекрасно выглядит. То есть, ему предложили сняться в кино в роли бодибилдера, который делает джим лежа до потери сознания. И типа, он устал, да? И он говорит, что я на съемках. Отказаться от съемок я не мог, потому что моя мечта сняться в кино. И поэтому я пришел с убитой грудью и на брусьях, когда надо было отжиматься, он сдох. Потому что с прошлого дня не восстановился. Но тебе не кажется, что это как бы... Ну, как бы многие его осудили за то, что он такой комментарий написал, что вот я бы мог выиграть, но так получилось, что у меня... Вот, потому что человек выступает, он должен или не выступать, или если уже выступаешь, выигрывать. Ну, ты знаешь, я вот прокомментирую так. Или признавать свой проигрыш, Он мог сказать просто, что в этот раз я проиграл, но в следующий раз я уверен, что... Я как бы планирую повысить свой результат и выиграть. И вот завтра Шрёдер в зале ракета должен проводить битву, где он должен побить рекорд Виктора Блуда хотя бы на одну секунду, чтобы доказать, что он был не в форме, действительно. А вот сейчас он отдохнул несколько дней и с легкостью сделает быстрее. А я должен прийти в качестве судей и это все заснять, да? Но... Круто. Если он не сделает опять, то я, получается, не смогу это выложить. Почему? Выложишь? Ну, потому что это будет нечестно по отношению к Алексею. Он тогда захочет отдохнуть еще неделю, заснять чек, сделать еще одну попытку. Тебе хорошо, тебе еще одно видео на канал. Не, ну, понимаешь, я ему пообещал уже, что если он не сделает, я не буду выкладывать. А, но это, конечно, зря Шрёдер так. Ну, вот смотри, я прокомментирую так. Шрёдер красавчик. Он по-любому силен, он по-любому выглядит круто. И даже на самом деле ты согласишься со мной, неважно, на астероидах он или нет, потому что большинство из троллей Шрёдера даже на астероидах никогда не приблизится ни к его силе, ни к его форме. Они только жопой диван могут давить. Мне сколько пришлось тренироваться, чтобы хотя бы в одном упражнении у него выиграть. Я целенаправленно повышал свою силу во всех мышц в течение шести месяцев. Но он, естественно, сказал, что это тоже было не засчитывается. Об этом я хочу сказать. У Шрёдера один недостаток, за который его не любят. Он не может признавать каких-то там ошибок или поражений. Если бы он сказал, Юра красавчик, молодец, если бы он сказал, Виталий Блуд, красавец, не ожидал, что он меня порвет, а потом бы просто взял, снял бы вот эту тренировку и показал бы. Он всегда, вот сколько за рук я видел, если где-то что-то не получается, он находит какое-то оправдание. А зачем? Ну, ты понимаешь, у него не было, у Алексея не было, как это сказать, опыта большого заруб. И когда начались эти зарубы, он еще не понял, как себя надо вести. Может, он немножко опыта наберется и будет говорить вот так, как ты говоришь. Я, например, понимаю, что... Еще же новое, что я же тоже буду участвовать. Мне уже ответили Вортекс. Дорогие друзья, они мне уже написали вот такое письмо. Кстати, Алексей Шредер ходатайствовал перед Вортекс, чтобы я... Он меня рекомендовал, сказал, что я хороший спортсмен, и он рекомендует меня как участника. Я думаю, что вы все, кто ненавидит Шредера, поставьте ему, пожалуйста, плюсик, что хотя он со мной бывал и в ссоре, и говорил, что его обижал, он сейчас же показал себя, что он способен на положительные поступки. Да нет, Юр, вы оба молодцы. Вы оба как-то там чуть-чуть немножко вступили в конфронтацию, но это показывает, друзья, что, понимаете, адекватные люди, они могут иметь разные точки зрения, но адекватные люди всегда потом найдут точки соприкосновения. Потому что смысл ругаться, смысл как бы там косо смотреть друг на друга. Я в этом не вижу. Нет, я просто поговорил со Шредером, сказал, что мне как бы не нравится. Он сказал, что, а что, я пересмотрел некоторые свои ошибки. Он сказал, что ему не нравится. Я понял, что его... Юра, извини, я прям вот на секунду отвечу, а то человек уже 5 раз заданешь вопрос. Да, друзья, вот задают вопрос, пуэрчик, полезно ли пить? Пуэр действительно один из самых крутых чаев, я после него чувствую реальный прилив сил, энергии, только смотрите, не переборщите, потому что, может, давление зашкаливает. Это просто кофеин, я правильно понимаю, что это просто кофеин. Это очень мощный, да, наверное, кофеин, но смотрите просто, как пуэр появился. Один раз караван вез чай в Китай, напали разбойники, и чтобы как-то сохранить, они закопали этот чай в землю. А потом, через какой-то промежуток времени нашли. Так вот, пуэр это единственный чай, который не полезен, а считается, чем он старее, тем лучше, потому что, чем моложе чай, тем лучше. А пуэр действительно, он очень такой крепкий, не каждому нравится, но мне вкус нравится. И вопрос именно по тренингу. Я считаю, что если вы выпьете перед тренировкой, особенно после тяжелого рабочего дня, вам это будет хорошо, так же, как если вы выпьете там и женьшень, или элеотерококк. Я думаю, Юра точно так же вам ответит. Я просто прошу прощения, иногда я вынужден отвлекаться, потому что на мне еще висят некоторые настройки. Например, сейчас меня вот попросили очень сильно снизить стоимость доната, я поэтому ее снижаю до необычайно малой стоимости, потому что многие люди просто не могут заплатить 100 рублей, они хотят задать вопрос, они могут под 100 рублей, это существенная для них сумма, так как это дети, Поэтому я снизил до 25 рублей, теперь может каждый задать, а сегодня добрый, каждый сможет задать вопрос, кто захочет. а теперь вернемся к популярным темам, в общем новость, вы узнали, что первая новость, что Шредер проиграл Виктору Блуду, и он не согласен, что он не может у него выиграть, он считает, что он легко выиграет и легко покажет результат, намного лучше, чем Виктор Блуд, и он завтра вот в ракете, мы с ним договорились о встрече, и он придет и побьет этот рекорд, если у него это получится, я выложу видео, и вы все посмотрите, что Шредер на самом деле круче, чем Виктор Блуд, но на соревнованиях получилось наоборот, вот теперь, следующее, всем привет, кто только подключился, друзья, следующая новость, мне ответили вортерс, давай я прочитаю, что они ответили, конечно же, мы знаем о вас, и наши зрители будут рады увидеть ваше выступление на нашей арене, значит, мы с 9 по 11 ноября вас приглашаем в Сокольниках, в Москве, на SNPRO, вы можете начать историю ваших выступлений вортерс спорт баттл, то есть фактически это уже однозначная да, правильно? Юра, ты поговори с ними, чтобы они в следующем сезоне приезжали сюда, и я им организую здесь ведущих атлетов, может и ты как раз с ними прилетишь, надо же продвигать. Они также спросили, кого они хотят достойного, как достойного противника, они сказали, что я могу сам выбрать противника, также они сказали, что у них будет гран-при между командами четырех каналов, я им предложил команду, что я тоже могу выставить команду, дело в том, что я в качестве противника, или в качестве наоборот, человека себе в команду, с удовольствием видел бы Дениса Зиновьева, ты же его знаешь, он с нами стримил, да, мне очень понравился парень, он хороший спортсмен, он, когда выступал, я уже с ним выступал на одних соревнованиях, он выполняет упражнения на все сто процентов, то есть он, когда он делает на соревнованиях подход, он там не сто процентов выкладывается, он выкладывается на двести процентов, то есть он такой, что, ну, очень волевой спортсмен, это же тоже важно, есть же такие, что сильные, может скучат, чуть-чуть пошла больно, приезжает он такой, ой, не-не-не, я хочу к мамочке, но я таких видел, к сожалению, бодибилл, он очень волевой, он умеет проигрывать, если он проигрывает, он говорит, ну, все, проиграл, все нормально, все красавцы, молодцы, мне, конечно, жалко, что я просрал, но надо было лучше, но я старался, да, изо всех сил, то есть он умеет проигрывать, он надежный, то есть не подведет, очень такой человек, что на соревнования придет, это не Игорь Войтенко, который может слиться, в последний момент прислать смс, ой, что-то я опаздываю, то есть он, как бы очень надежный, и я с удовольствием и против него бы соревновался, и с ним наоборот, в команде бы соревновался, против, допустим, там, кого угодно, Шредера, Блада, там, я уверен, что с ним шансы хорошие, на победу, то есть он, ну, этот, кто вот выиграл у Шредера, парень, действительно, очень крутой, и, я думаю, что он, по заслугам, выиграл у Шредера, потому что, вот, вообще, просто сумасшедший, я смотрел, что он там делает, в упражнениях, большинство людей, меня бы это просто сломало, реально. Ну, завтра посмотрим, если завтра Шредер при мне, выполнит эту зарубу, а я буду в качестве свидетеля, что он все сделал, честно, ничего не смонтировал, да, то есть можно взять, незаметно сократить время на монтаже, ты понимаешь, если он выиграет, я скажу, да, он выполнил норматив, ну, понимаешь, на соревнованиях все равно это считается, а в зале это уже не считается. Ну, ты знаешь, Юр, я вот тебе хочу сказать, что ты можешь делать, что угодно, где угодно, но это никогда, ты знаешь, не идет за счет, потому что соревнования, это соревнования, и не факт, что если даже Шредер сделает на 5 секунд больше, что в следующий раз, когда они сойдутся лицом к лицу, что, как зовут того парня? Виктор Блуд. Да, что Виктор не сделает еще быстрее, понимаешь, ведь ты же сам знаешь, одно дело делать просто самому, а другое дело, когда рядом стоит соперник. Да, еще которые принципиально надо его сделать, то есть, а может быть, Виктор бы увидел, тогда Виктор увидел, что Шредер сдает, да, да, и он видел, что он идет и так первым, зачем ему делать себе пульс, там, 210, да, если на пульсе 200 он побеждает, ведь там на Вортексе очень много было таких случаев, когда человек выходил вперед, там, на первых двух упражнениях, да, а потом просто вздыхал на высоком пульсе, а человек, который выбрал спокойный темп, он его догонял и обгонял. Это все, это соревнования, друзья, здесь нужно, как в шахматах, тактика, стратегия. Ну, давай к следующей, а то мы слишком долго Шредер... А тут анкета Вортекс, я читаю тебе, рывок на раз, толчок на раз, указать в стойку или в сет, указать в стойку или в сет. Я не умею делать толком ни рывок, ни толчок, потому что я, ну, скажем так, в тяжелой атлетике я полный лох. И сделал 70 килограмм рывок и 90 толчок на тайских каникулах. Ну, то есть, ну, что это такое? Ну, ни о чем. Мало, да. Да, но с другой стороны, как бы, не последнее место занял, хотя бы, обогнал Селевестрова хотя бы. Да, Дима, ну, у меня была цель не травмироваться. Согласись, что рывок и толчок, это травма опасная. Я тебе честно скажу, вот недавно Кокляев выпустил видео, где он очень грамотно сказал, говорит, друзья, если вы тяжелый атлет и придете в возрасте в бодибилдинг, вы получите пользу. А если вы бодибилдер и уже за 40 лет придете в тяжелую атлетику, вы станете инвалидом. Поэтому смотри, Юр, будь очень осторожен. Это очень травмоопасные упражнения и нужно понимать, что тяжелая атлетика – это техника. Это ежегодные, ежедневные, постоянные наработки технического совершенства. Нужно быть очень аккуратным. Тут еще есть присед со штангой на раз, количество подтягиваний за один подход, количество отжиманий на брусьях за один подход и фран на время. Я не знаю, что такое фран на время. Я тоже не знаю. 21, 15, 9. Трастеры 43 килограмма плюс подтягивания рывковые. Что это такое? Может, мне кто-то переведет? 21, 15, 9. Трастеры 43 килограмма плюс подтягивания рывковые. Ну, рывковые подтягивания – это вот это кроссфитовские подергивания извращенские на турнике. Это вообще не подтягивание. Ну, тут приводится образец. Тут приводится образец. Потом дойти на время 5 кругов по 12 становых, 9 забросов на грудь с висом, 6 толчковых швунгов, все со штангой 60 килограмм. Тут надо еще сдать эти… Это нормативы кроссфита, скорее всего. Да, это нормативы кроссфита. Ну, надо в зале сделать. Я боюсь, что результат будет ужасный. Я, наверное, мог посоревноваться только в отжиманиях от брусьев на количество раз. Во всех остальных, наверное, с таким же, даже с тем же шреддером, ну, 100% бы проиграл. Хотя я вешу тяжелее. Я сейчас вешу 115 килограмм. Но могу 60 раз от брусьев отжаться. К сожалению, чтобы выполнить эти нормативы, даже в анкету, чтобы заполнить, надо уже потренироваться, наверное, недели две, три. Ну, ты же, Юр, это, как, знаешь, олимпийский можно здесь. Хоть я и не верю в то, что главное не победа, а главное участие. Но в этом, в данном случае, ты покажешь, что ты не боишься выступить, показать себя. Все-таки, посмотри на людей нашего возраста. Кто не знает, мы с Юрой вообще с одного года, нам одинаковое количество лет. И стаж тренировок у нас, наверное, одинаковый. И посмотрите на... Я смотрю на своих сверстников, и я просто в ужасе, друзья, как выглядят люди. Ну, просто. Пивные животы, там, ну, страх. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Помните фильм? Такие же чувства у меня вызывают мои сверстники. Ну, в общем, сделаем, подготовимся, сделаем. Ну, рассказывай, что там еще новости какие-то, а то я не слежу за вашими новостями. Ну, что там мы описали? Про Вортерс поговорили, про Шредера поговорили, про Ясиновского, то, что ты на стрим к нам пригласишь. Это очень хорошо. Мы ждем, пока ты с ним поговоришь. В общем-то, еще какие-то были еще новости, ну, 100%. Давай вспоминать, у кого что на канале вышло, какие-то были интересные вещи. Ребята, ну, спрашивайте, пожалуйста. Юрий, позвоните, хочу извиниться перед Рубановичем. Да не, мы с доктором пообщались как-то после твоего стрима. Нормальный парень, вполне здравомыслящий, поэтому мы не держим друг на друга. Макс, можешь не извиняться. Я вполне адекватно к тебе отношусь. Ну, слава Богу. Если бы ты еще наладил отношения с Виталием Даном, было вообще хорошо. А что, у меня разве с ним есть какие-то... Не-не-не, это я говорю Максиму Сергеевичу. Он написал его девушке, а Виталия Дана это ранило в самое сердце. Теперь про Борисова... Ответить про Борисова. А, Вагинин разоблачил Дениса Борисова. Ой, друзья, давайте не будем упоминать чертов Суи. Ну, это я не про Борисова. Дело в том, что я хочу сказать про Вагинина два слова. Что, как вам объяснить? Каким бы ни был плохим Денис Борисов, даже если он бы поставил перед собой цель пасть на дно, он бы никогда не пал так низко, как Вагинин. Как Вагинин, да. Да, то есть, дело в том, что Денис Борисов сделал уже много хорошего. Он выпустил много роликов, пусть не всегда информация была сто процентов правильной, да, но он выпустил много роликов, которых была в том числе и полезная информация. Ну, где-то он по тренировкам я с ним не согласен, хорошо, но тренировки это такое дело, вот сядет Егор, у него свое видение, у Дениса Борисова свое видение, он в принципе излагал популярную точку зрения всегда, его цель была собрать аудиторию, он просто говорил так, как общепринято, то есть, он говорил прописные истины бодибилдинга. Грубо говоря, читал Википедию и давал информацию, но я тоже хочу, Юр, сказать защиту Борисова, ведь Борисов все равно медийная личность, да, он дал очень многим, как ты говоришь, полезную информацию, и его упрекают в том, что он говорил одно, потом говорит другое, друзья, так нельзя говорить, потому что мир постоянно меняется, мы постоянно что-то новое узнаем, я не знаю, как Юра, но я в некоторых вопросах тоже понимаю, что я был неправ, а Борисову это наоборот делает честь, что человек не боится изучать новую информацию, принимать ее, другой вопрос, это касается тоже только Дениса, то, что он, к примеру, работает, сейчас зарабатывает на этих биткоинах, но друзья, поверьте, если бы вы были таким же популярным, как Борисов, и могли бы как-то зарабатывать на этом деньги, возможно, вы делали бы это еще более некачественно, я не говорю, что Борисов это делает некачественно, Борисов все делает качественно, подписчики его любят, так же, как у Юры, у него своя армия подписчиков, и как вот мне нравится, как говорит Юра, хейтер это кусок говна, вот понимаете, вы набрали в рот говна, плюнули, человек помылся, а вы уже поели говна, а Борисов в любом случае лучше любого из того, кто его критикует, и уж тем более вот этого выродка, который снял на него обзор. Одну секунду, Егор, я могу тебя попросить приваться на 5 секунд, я тут поступили некоторые вопросы, я хочу попытаться понять, как их озвучить в прямом эфире. Да. Будет что-то здесь? Тут поступили вопросы, которые я хочу тебе перебить и прочитать. Их не так много, но их надо все-таки прочитать. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Вопрос по поводу анонизма. Можно не узнать, пользу вред? Какое влияние на организм? Спасибо заранее. Так, все. Смотрите, какие вопросы поступили. Если в мыслях сделать ряд видео, если у нас в мыслях сделать ряд видео, Егор, в которых от начала до конца разложить по полочкам, как настроить свои тренировки, вложить во все это те знания, которые были получены в общении с работниками лаборатории Силуянова, статодинамика, определение быстрых и медленных мощных волокон и так далее. Но я уже это делаю. Например, я сейчас выпустил видео, которое я делал предложить посмотреть Егору. Ты его чуть-чуть посмотрел, да? Не, я его все посмотрел. Я, кстати, снял тоже такое видео где-то месяц назад, но оно еще у меня только лежит в предложенных, скоро выйдет тоже. Но я написал статью, которую вы можете прочитать на сайте, в группе ВКонтакте. И если вам это интересно, мы с Юрой будем делать отдельные стримы, пишите комментарии. Все, что вам интересно, я думаю, мы с Юрой будем снимать. Мы хотим делать серию совместных роликов, не стримов, а совместных роликов, где мы будем детально рассматривать какие-то популярные или там наболевшие вопросы. Да, Юр, ну ты дай людям тоже затравку, что мы с тобой нашли человека, который тоже ученик Силуянова, который тренирует очень много звезд, Формулы-1, который тренирует бойцов, борцов, он преподает в университете здесь и он как раз-таки написал много книг под руководством тоже Силуянова. Он недавно ездил в Москву, выступал на кафедре Силуянова. Он будет появляться у нас с Юрой на каналах и вы сможете ему задать вопросы в прямом эфире. Человек говорит на русском довольно-таки хорошо, лучше, чем я на английском. Ребята, я хочу дополнить слова Егора. Дело в том, что тут недавно в интернете появилось несколько стримов, где ученики Силуянова что-то сказали и все прямо обалдели. Мы напоминаем вам с Егором, что теория Силуянова это всего лишь теория. Может в любой момент оказаться, что где-то что-то наука уже пошла вперед, что-то открыли, уже какие-то новые факты, которые... Вы же знаете, допустим, что научные исследования, которые были 20-30 лет назад, часто современными учеными признаются неактуальными. Вы же это слышали, да? 20-30 лет проходит очень быстро. Юра, даже год, год. Поэтому не нужно делать, не нужно возводить методику Силуянова в рамке какой-то аксиомы. Я с удовольствием прослушиваю все лекции Силуянова. С удовольствием. Мне очень нравится, как он рассказывал. Я вообще вот к этому человеку отношусь, честно вам скажу, вот чуть ли не с любовью. Вот мне просто нравится его слушать. Он лучше... Мне его приятнее слушать, чем... Работать по нему, да? ...чем многих других фитнес-блогеров, там, других фитнес-блогеров, чем многих фитнес-блогеров, которые обладают прекрасными ораторскими качествами. Он при всей своей образованности, у него нет гордыни, в отличие от его некоторых учеников, кстати, у него нет пафоса. Силуянов рассказывал людям свою точку зрения в ключе вот искреннего желания поделиться своими знаниями и своими наблюдениями. Да, это дорого стоит. И этот человек, который просто действительно пытался внести свой вклад в науку, он его внес. Но, возможно, он в чем-то ошибался. Вы должны это понимать. Это не означает, что это там Иисус Христос, который вот сказал там, вот 9 заповедей и все, да? Он что-то исследовал, сделал какие-то наблюдения, в чем-то может, возможно, в чем-то ошибался, возможно, наоборот, он помог. То есть я даже читаю сейчас, мне любезно сейчас дает консультации его ученик тоже в переписке ВКонтакте, Андрей Антонов. Интеллигентнейший человек, великолепный специалист. Он нормально совершенно мне отвечает на мои вопросы. Я прочитал книгу Андрея Антонова, там, где он брал интервью Силуянова. Информация очень интересна. Но есть, к сожалению, в статьях одного и того же автора разные рекомендации. Например, то две недели не тренироваться между тренировкой мышечной группы, да? То все-таки эти тонизирующие тренировки даются как бы по желанию, то они уже оказываются необходимостью. Понимаешь? Это очень важный момент. Это очень важный момент. В одной статье сказано, что тонизирующие тренировки даются потому, что тренеры ограничены. А в другой статье сказано, что нужны обязательно. То есть, нету единства какого-то. То есть, видно, что система практически не отработана. Что делать? Я узнал, что такое активный отдых. И сказано, что активный отдых это может быть просто ходьба. Активный отдых между сжимом лёжа это может быть просто ходьбой по залу. Но в статье этого не сказано. То есть, человек мог делать в качестве активного отдыха, допустим, отжимания, и сжим лёжа мог пострадать. Ну, ты понимаешь, да? То есть, это всё статьи, в основном теоретически, мало практических статей, которые были бы чётко обкатаны. Вот как я опишу методика тренировок Спасококотского, чётко даётся. Сделайте столько-то, столько-то отдых, столько-то минут, от стольки минут до стольки, повторение от стольки до стольки, упражнение не больше семи. То есть, всё-всё уже так обкатано, что человек может, в принципе, брать и делать. В статьях и в методиках Силуянова много такого, знаешь, необкатанного на практике, как бы общие такие даются направления. Но можно ещё поиграться на практике и обнаружить, что надо немножечко в одну сторону пять шагов, в другую сторону пять шагов. А человеку же надо конкретно тренироваться. Спортсмен, ему нужна конкретная схема. И вот интересно, что у одного ученика Силуянова могут быть рекомендации не такие, как у другого. Как сказал Дмитрий Смирнов, что бывает такое, что учителя уже нет, а ученики между собой, как апостолы Иисуса Христа, там разные. Одно Евангелие отличается от другого. Пока жив учитель, это учение. Как учитель умирает, это становится религией. К сожалению, так и есть. Теперь смотри, вот Денис Сергеевич спрашивает, говорит, уважаемый Юрий, уважаемый Егор, он хочет узнать мнение каждого из нас. Что делать, если делаю жемлёжа 5 подходов и разводки 2-3 подхода? Так, если я делаю жемлёжа 5 подходов и разводки 2-3 подхода, на следующее утро грудь не болит, как будто я не качался. Повышать вес? И Денис Сергеевич даже выделил 25 рублей из своих запасов. Спасибо, Денис Сергеевич, за щедрый вклад в методологию, да, практическую. Вот, ну, я не знаю, пусть Егор ответит первым, или я отвечу, как хочешь, Егор. Не, ну, так на самом деле сложно судить. Я единственное вам скажу, что если вы тренируетесь ради гипертрофии, то мышечная боль должна быть у вас в момент выполнения упражнения, а не ориентироваться на после тренировочную мышечную боль. Вот выражение «ноу пей, ноу гейн», оно касается как раз-таки именно ощущения работающей мышцы под нагрузкой. Поэтому, если вы не испытываете боли после тренировки, на следующий день, это ни о чем не говорит. А еще я заметил, у Юры, наверное, тоже такое было, особенно по первой, когда я очень тяжело тренировался, ноги и спина, ко мне боль приходила на третий-четвертый день, а иногда не приходила вообще. Я хочу сказать, что боль, это как, знаете, ребята, как то, что сбивает нас с пути, то, что сбивает нас всех с пути. Одни ориентируются на боль, а самые умные ориентируются не на боль, не на тренировки, не на боль после тренировки, а все-таки на измерительную ленту и на дневник тренировок. Вот растут у тебя, растет у тебя жемлежа, растут у тебя разводки, тебе уже должно быть по барабану, у тебя есть боли или нет. А если у тебя все болит, а жемлежа упал на 5 килограмм, это означает, что ты просто себе закислил мышцы и потерял мышечную массу. Правильно я говорю, Егор? Да, если у вас есть рост силовых показателей, то это говорит о том, что вы на правильном пути по-любому. Вот видите, наше мнение совпало с Егором, это означает, что, скорее всего, уже так оно и будет. А в разводках я никому не рекомендую заходить на большие веса, потому что это очень серьезный риск получения травмы. Поэтому в разводках как раз-таки старайтесь доходить до мышечного жжения. Егор, у меня просьба к тебе. Ты же находишься в США, подойди, пожалуйста, к Майку Ахерну, когда он тренируется, разводку делает по 60 килограмм с идеальной техникой. Скажи ему, что он лошара. Нет, Майк, он просто. Ты должен понимать, что он с той же планеты, что и Шреддер. Он тоже натурал, невероятно сильный, невероятно сухой. Поэтому он, наверное, не поймет даже моего. Я думаю, Шреддер обидится сейчас на тебя и скажет, что я больше не дружу с Егором Рыбановичем, потому что меня сравнили с этим монстром, захимиченный Майком Ахерном. Меня натурального Шреддера обидит. Шреддер, кстати, никогда со мной не дружил. Он почему-то всегда был как-то так скептически, агрессивно настроен. Он всегда даже писал мне, вот как ты говоришь, хейтер, писал мне, что у меня накручены подписчики. Хотя, какая ему... Это все происки Вагинина. Он все время писал жалобы Шреддеру, что ты плохой. И чтобы он не дружил с Юрой и с Егором. Шреддер. Вот я, Вагинин, я хороший. Так, теперь смотри, тут пишет вопрос аноним. Давайте, даешь ряд роликов с хэштегом и отдельный плейлист, куда можно зайти про количество тренировок, повторения, веса. И как подобрать под себя тренировки и, главное, питание. Дефицит, профицит калорий, БЖУ и то попозже на группу мышцы. Хорошо, дадим ряд роликов с каким-то хэштегом. Я даже, если честно, не знаю, куда в ролике вставлять хэштеги. Я иногда вижу, что одно дело просто теги. А вот я вижу, выходят ролики, а сверху хэштег отдельно написано. Я тоже не знаю, как это делать. Я узнаю, Егор. Но, по-моему, это пишут не в названии самого ролика, а где-то вот в описании. Тогда он вылезает. Я видел, знаешь, он над названием, между роликом и между названием такие хэштеги, как в Инстаграм. Но я не понимаю, как это можно делать. Ребята, тут к нам Джек за 50 рублей задал вопрос. Он побил в два раза рекорд анонима 25 рублей и рекорд Дениса Сергеевича. Это реально богатый клиент Джек. Он задает вопрос. Я занимаюсь боксом, но хочу еще заниматься бодибилдингом. Ну что, можно сказать, похвально? Можно ли их сочетать? И как лучше это сделать? Я как раз могу по Силуянову ответить. Что Силуянов считает, что развивать силу, параллельно развивая выносливость, неправильно и непродуктивно. Силуянов считает в своей книге, в книге Андрея Антонова, что работая на мышечную массу, вы не должны вообще работать на выносливость. А вот за 2-3 месяца до соревнований вы должны активно перейти на тренировку выносливости. И вот тогда выносливость достигнет пика. Получается, что боксер должен перед тем, как он готовится к соревнованиям, ходить в качалку, да? То есть он должен делать 3 тренировки в неделю по боксу, но не слишком налегать там на скакалку, на вот этот бег сумасшедший, не слишком работать на выносливость. Он должен отрабатывать технику и плюс наращивать мышечную массу. Это по Силуянову. Мало кому нужна в боксе масса, чтобы переходить в более высокую категорию. Обычно люди не хотят. Это не для этого. Смотри. По Силуянову, чем больше мышечная масса, тем больше будет митохондрия в итоге. Если их работать над тем, Нет, смотри. Ты боксер, ты ходишь, качаешься. Это методика для того, чтобы заниматься любым видом спорта и показать большой результат выносливости. То есть, с точки зрения Силуянова, я идеально могу подготовиться к кортексу, понимаешь? Да, да. То есть, ты набираешь максимальную мощную массу. Месяца за 2-3 до соревнований ты начинаешь безумные тренировки на выносливость. Боксер может начинать выполнять специальные упражнения, которые должны в тех мышечных группах, которые участвуют на ринге, повысить количество митохондрий. Это могут быть и статодинамические упражнения. И, я так понимаю, статодинамические ему надо постоянно выполнять, потому что статодинамика – это вещь на долгую перспективу. Правильно? А вот именно на количество митохондрий в великолитических мышечных волокнах начинать за 2-3 месяца до соревнований усиленный тренинг. И именно силовые тренировки перевести в режим поддержания. То есть, там один тонизирующий только. И вот в момент выхода на ринг боксер будет иметь, конечно, максимальный вес, но при этом он будет и максимально вынослив. К сожалению, конечно, желательно, чтобы мышечная масса была сухой, потому что лишний вес, жировой, просто-напросто будет мешать. А теперь Егор расскажет, как же совмещать бодибилдинг с боксом. Или ты согласен с этой теорией, которую я попытался после прочтения книги Силуянова? Примерно ее описал, да, в этом есть смысл. Но я хочу сказать следующее, потому что нужны более практические советы. Вот неважно, друзья, занимаетесь вы боксом, либо каким-нибудь другим видом спорта, единоборствами, и хотите совмещать с бодибилдингом. Вы должны понимать следующее. Я живу здесь в Штатах, общаюсь с очень многими спортсменами, начиная от гольфистов, заканчивая американским футболом. Целая американская команда по футболу у меня в зале тренируется. Там чернокожие парни под 2 метра. Я когда смотрю, испытываю просто первобытный ужас. Так вот, вы не поверите, но эти ребята делают базовые упражнения. Ну, именно с лучшей точки зрения названия. То есть, они не делают никакой изоляции. И вот я вас хочу предостеречь от выполнения работы в изоляции. Юра может здесь не согласиться, но я объясню, почему так происходит. Когда вы делаете движение какое-то изолировано, это однозначно будет негативно сказываться на вашей координации движений. Почему базовое движение хорошее? Потому что оно приближено к тем движениям, которые вы делали бы, если бы поднимали тяжести, скажем. И вот ни одна серьезная команда, ни по американскому футболу, ни по хоккею, ни по баскетболу, не практикует для своих спортсменов никакой изоляции. Только если речь не идет о какой-то травме, какой-то отдельной ситуации. Практикуйте базу. Чем более она будет базовая, толчки, они очень много делают подъемов на грудь без толчка. Приседают фронтальные приседы, делают выпады в ходьбе, бросают тяжелые мячи. Естественно, подтягиваются, отжимаются. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то делал изоляцию. И когда я спросил, почему, то ответ такой, что изоляция нарушает координацию движений. И я думаю, вы понимаете, почему. Потому что если вы делаете подъемы штанги или гантели на бицепс на пупитре, работает только один, исключительно бицепс, нейромышечные связи нарабатываются. И потом это может негативно сказаться именно в координации движения. При ведении мяча, скажем, если вы баскетболист. Или если вы будете как-то изолированно качать мышцы ног, то это не очень хорошо скажется на вашем катании, если вы хоккеист. Ну смотри, Егор, я выступал на соревнованиях на чемпионате России по сложно-координационным видам спорта. Где мы с гирями должны были сделать 4 сложных координационных движения. Одно было простое, жим-гир стоя. Но там тоже какая-никакая координация нужна. Надо 2 тяжелые гири сводить, выводить его определенно. Там определенные правила, что они должны быть ниже подбородка каждый раз. Все по команде судьи, то есть более сложно, чем в зале. А, допустим, остальные 3 движения были сложнейшие. То есть там надо было с 3 гирями делать упражнения одновременно. То есть очень сложная координация. Я, в принципе, остался доволен, как я работал. То есть у меня в моих тренировках базовых упражнений, наверное, процентов 70. Ну, пример, грубо говоря. То есть, в принципе, если большая часть работы выполняется в базовом режиме, то это подтверждает, что координацию развивают больше базовые упражнения. Теперь хотелось бы сказать, что спрашивает человек, мне задает вопрос, даже присылает небольшую сумму денег, но он оскорбляет меня. То есть как можно задавать вопрос и одновременно оскорблять? Тебе не кажется, что это как-то некорректно, думать, что ты там переслал 50 рублей, и ты можешь... И вообще, зачем задавать человеку вопрос, если ты его не уважаешь? Да, если бы ты там... Ну, представься, там пишут тебе, там, Егор, да, там, Егор Рубанский, а ну-ка, ответь мне, как мне качать вот это? Если ты не уважаешь тренера, то ты не спрашиваешь ничего, правильно? Ну, будь выше этого, Юр, ответь ему на вопрос. А если у тебя поврежден мениск, я все-таки тебе отвечу последний раз, но в будущем имей уважение, да, к тренеру. Если у тебя поврежденный мениск, если лечение врача тебе не помогло, то найди себе другого врача. Я согласен. Человеку больно ходить, разгибания сидя не помогают, закачка не помогает, приседать не может, мениск болит, врач не помогает. Может, там такой врач, он тебя потрогал за колено и сказал, иди качайся. Я не сделал ни МРТ, ничего. Это говорит о том, что там серьезнейшее воспаление. И Юра прав, тебе нужно найти врача, и не просто врача, а найди спортивного врача, желательно практикующего, в какой-нибудь серьезной спортивной команде, который не теоретик, а практик. Другие врачи, теоретики, они вряд ли тебе помогут. Если там у тебя поврежден мениск, скорее всего, закачка тут не поможет, а могут обломки этого мениска просто мешать действовать суставу. И ты там без операции уже... К счастью, операцию могут сделать орторскопически, не разрезая колено, не вскрывая сустав. Поэтому, как бы, прогноз благоприятный. Еще аноним спрашивает, что делать, если рабочий вес стоит? Попытки увеличения времени отдыха не было. Ну так предприми эту попытку. Если даже Силуянов рекомендует отдыхать между развивающими подходами от 5 минут и выше, и то при условии, что ты между подходами ходишь, чтобы молочная кислота вымывалась. А я своим опытным путем пришел к тому же. Ты тоже, наверное, в тяжелых упражнениях понял, что надо отдыхать дольше, да, Егор, в результате своей практики? Да, но я хочу здесь еще посоветовать то, о чем ты говорил в самом начале стрима. И это работает на практике, очень на многих моих учениках сработало. Резко меняйте характер движения, оставляйте силовую работу. Но если вы хотите, к примеру, прогрессировать в жиме лежа, и он у вас стал, откажитесь от жима лежа вообще, в принципе, на 2 месяца. Работайте в тяжелых отжиманиях от брусьев и жмите гантели на наклонной скамье. И когда вы вернетесь, ваш жим лежа вас очень сильно удивит, поверьте. Вот самое интересное, что даже наши общие друзья, которые хорошо жмут лежа по 300 килограмм, они очень ограничены в методике. Никогда бы этот паролифтер, о котором я говорю, не разрешил бы поступить так, как ты советуешь. Я знаю. А я могу подтвердить, что предложенная схема Егором тоже может сработать. Это не обязательно, что это самый лучший способ, то, что предложил Егор. Но это может сработать. Точно так же отрицал этот тренер, что можно частичной амплитудой работать с большими весами, а потом с полной что-то показать. У меня паренек жал частичной амплитудой большие веса, вышел на соревнования, сделал мастера спорта с полной амплитудой. То есть, мне не нравится вот эта одна... Человек какую-то методику слепил, да? Там по жиму, лежа по пауэрлифтингу, по бодибилдингу, неважно. Получил определенные результаты, он начинает отрицать все. Но есть же еще и вессайдовский пауэрлифтинг, есть же там же Шейко методика, да? И тоже показывают хорошие результаты. Почему ты предлагаешь слепо отрицать те же брусья, которые в пауэрлифтинге используются, так или иначе? Да, но, кстати, хочу сказать, что я разговаривал с очень многими пауэрлифтингами, и они сходятся к тому, что методика Шейко будет срабатывать на вас только если вы, друзья, на бытовой химии. Нет, я послушал, я не разбираюсь в методике Шейко абсолютно, но то, как ее описал мне мастер спорта по жиму-лёжу, я думаю, что и КМС по пауэрлифтинг, я думаю, что он мог разобраться в этой методике все-таки. Он описал мне так, что два раза в неделю выполняться может жим, в высокообъемном режиме еще и интенсивность в 80%. Ты представляешь, что это два тяжелых жима-лёжа в неделю? Это точно не подойдет натуральному атлету, и даже атлету на химии не подойдет. Не каждому. Если он не Шреддер, конечно, и не Майка Хёрн, это не подойдет. Но я вам хочу сказать, что я был удивлен. Очень много американских пауэрлифтеров, профессионалов, непрофессионалов, у меня в зале даже знают методику Шейко и тренируются по ней. Ну пусть себе знают. Он много публиковался, и вот и все объяснение. Да. Публикуйся ты, а они скоро Пагубановичу будут тренироваться. Павлевтеры-малыши. Кто первый что-то начал выпускать, да, ведь Шейко это один из первых методистов, да, который что-то давал конкретно с расписанными программами. Естественно, он получил наибольшую известность, наибольшее призвание. Это как с книгой Думай, когда не было ни интернета, ничего. Естественно, она произвела фурор там. Кстати, есть такой автор Фалеев. Почему он ознакомился с его методикой? Потому что не было ничего другого. Да. И как Думай там, хотя он как бы критиковал Думай, сам Фалеев критиковал Макроберта. А чем его система отличается? То же самое. Занимайтесь по сокращенной программе, делайте только жимлёжа, присед и становую, и не делайте изолирующие упражнения. Так то же самое говорил Макроберта. Зачем он его критикует? Потому что тот посоветовал делать не три упражнения, а шесть? Да нет, просто потому что это выгодно, наверное, может быть, для его методики. Вот, допустим, почему ты решил именно четыре упражнения дать Егор? Я бы, если предлагал бы сокращенную схему, я бы дал, наверное, хотя бы упражнение семь-восемь, чтобы человек развивался. Почему именно четыре ты выбрал? Ты говоришь про одну тренировку? В неделю я бы дал все восемь упражнений, всё-таки. А ты даёшь четыре. Нет, Юр, ты знаешь, ты просто не совсем до конца ознакомился, я тебе скину свою книгу. А ты сам виноват, что ты книгу до сих пор не прислал. Забываю, извини. На самом деле, вот эти четыре упражнения, они у меня на первой ступени. И они направлены на то, чтобы человек научился подтягиваться, отжиматься, а в этот момент он отрабатывает технику в сановой и в брусьях. Это не такая уж большая стадия и ступень, чтобы говорить о том, что я даю как бы очень мало. Но что самое главное для меня, и как ты говоришь, чтобы человека не отпугнуть, человек так легче прогрессирует в этих упражнениях, он легче нарабатывает технику. И согласись ведь, как говорил Брюс Ли, если можно здесь такой пример приводить, что он боится человека, который отрабатывает один удар тысячу раз, чем человека, который отрабатывает тысячу ударов один раз. Ну, смысл понятен, да? Я считаю, что легче вектор силы сконцентрировать на одном-двух упражнениях и прогрессировать в этом, чем сразу же пытаться объять необъятное. Тут просят по методике Абаджиева дать комментарий. Но я не являюсь экспертом по методике Абаджиева. Насколько я знаю, там шло, как сказать, шло большое количество весов больших, но нет закисления. То есть там одно-два повторения. Я еще раз повторяю, я могу ошибаться. Я не просто держал. Нет, ты прав, Юр, ты прав. Но там основная мысль, что люди ничего не делали. Они только жили на базе. Они тренировались, ели, спали. Все по расписанию. Три тренировки в день. Они потренировались коротко, потягали большие веса без отказа. Насколько я понимаю, они делали вообще там 90%. Даже 95%. Но мало повторений было. Одно-два повторения. Правильно я понимаю? Одно-два повторения. Все правильно. И это совсем не то, что методика Шейко. Вы можете делать, возможно, я не пробовал, но я допускаю, что эта методика Абаджиева может работать. Но почему я это пускаю? Это даже было задокументировано все. Но это работало у тяжелоатлетов. Они делали мало упражнений. И они избегали закисления мышц. Ты прав? Да. И что самое главное, о чем подчеркивал Виктор Николаевич Силуянов, они сидели на фармакологии. И опять-таки, если мы вернемся к Шейко, там не одно-два повторения. Там полноценные развивающие тренировки. И по 5-10 подходов. 5 повторений. И по 3-5 повторений. А тут уже закисления, извините, вы не избежите. Если это в Абаджиеве 1-2 повторения, там вообще работают высокопороговые мышцы, где даже возможна гиперплазия, согласно Силуянову. А на 3-5 повторений, там другие немножко механизмы. И это не будет работать так. Даже на базе. Вы если включите 80% два раза в неделю, очень многие сломаются. Сколько там, не укалывай. Вот. Я не знаю. Если вы не верите, просто попробуйте сами. Пойдите, сделайте жим лежа 80% два раза в неделю. Если, конечно, у вас рабочий жим лежа 50 кг, вы выдержите. Юр, ну ты скажи еще нашим зрителям, что нужно понимать, что это тяжелая атлетика. Это не бодибилдинг, не пауэрлифтинг и даже не бодибилдинг. Нельзя Абаджиева применять к бодибилдингу. Вообще даже рассматривать нельзя. Так там движение, в котором участвует все тело, и закисления мышц, соответственно, меньше. Больше общая нагрузка. Когда вы делаете именно присед, если вы сделаете даже 5 по 3, там уже закисление будет. И вы не восстановитесь. Вы не сможете прогрессировать. Невозможно делать присед по 5 раз в неделю с большим весом. И больше, чем по 2 повторения. Так, теперь, друзья мои, я сказал вам, что я вышел сегодня, вообще не планировал стримить, но все-таки сделал. Я хотел еще сделать предложение Егору. Егор, не хотел бы, если бы я свой стрим сегодня у себя на канале не выкладывал, а ты бы выложил у себя. Получилось бы, что у тебя эксклюзивный контент. Я у себя не выложил, а ты выложишь у себя. Кстати, скоро, друзья, меня разблокируют, и я тоже смогу уже на следующей неделе проводить стримы. Если Юра научит меня, то мы будем с вами видеться и на моем канале, и на Юре нам. Конечно, научит. Конечно, научит. Юра не жадный. Все, ребята, пока. Спасибо. До новых встреч. Подписывайтесь на канал Егора. Подписывайтесь на канал вот этого лысого, жирного качка. И самое главное, о чем Юра всегда говорит, друзья, будьте на позитиве. Потому что, что бы вы в жизни не делали, если вы кусок унылого Г, то у вас не будет ни счастья, ни прогресса, и люди к вам будут относиться. Егор, тут вопрос последний поступил. Юрий Александрович, это, видимо, перевоспитался, этот оскорбитель. Юрий Александрович, вопрос не до конца озвучили. Вторая часть вопроса. Во втором парфорабочем подходе падают повторения в два раза, в третьем рабочем подходе, не больше трех повторений. При десяти повторном подходе получается 10 повторений, потом тренируюсь, применяю тренировку Силуянова, то есть упражнения по кругу. Но вы просто выбрали большой рабочий вес. В Силуянове упражнения по кругу идут только в тренировке выносливости. Рабочий вес там используется низкий. Если у вас падает, и вы не можете сделать во втором подходе 10 повторений, снижайте вес. Это тренировка выносливости. Не, Юр, смотри, может, человек имеет в виду, ведь Силуянов тоже давал не то, что по кругу, а, к примеру, если вы тренируете бицепс и трицепс, вы можете также тренироваться на увеличение количества миофибрил. Но Силуянов дал конкретный указатель. Как только вы почувствовали, что сила начала падать, это говорит о том, что говорит Юра, что вы перезакислились, и тренировку нужно останавливать. по Силуянову, я, кстати, не спорю с тем, что говорит Егор, и дополняю. По Силуянову, если идет работа на развитие миофибрил, глиокалитических мощных волокон, отдых большой, отдых большой, 5-10 минут. У вас там ничего не может падать с 10 повторений до 3. Вы как сделали 10 повторений, вы сделаете минимум 9 или 8. У вас не может упасть до 3 повторений. При таком большом отдыхе. И не должно падать. Да, если вы тренируете выносливость, то отдых между подходами не более 2 минут, он рекомендует. И, иначе закисление настолько снижается, что не будут митохондрии развиваться. Значит, вы должны снижать вес, если вы делали 70%, снижайте до 40%, ничего страшного. То есть, не запрещается снижать вес. Вы должны чувствовать легкое локальное утомление, если вы работаете на развитие митохондрии. Вот, друзья мои, как бы по неволе, сам того, будучи оппонентом Силуянова всю жизнь, я углубился в его, даешь ли календарь, углубился в его, углубился в изучение его книги, видео, и нашел их очень интересными. И, по-прежнему, не утверждая, что Силуянов прав, я утверждаю, что он полезен, полезно его для общего образования изучать. И как мы вообще должны правильно использовать науку, да? Наука – это не догма. Наука – это попытка изучить мышечные процессы, которые, к сожалению, не изучены, и вообще науке спорт не интересен. То есть, она слабо изучает мышечные процессы, поэтому она может и ошибаться. Особенно, что касается бодибилдинга. Что должен делать спортсмен? Он должен как практически исследовать и делать какие-то выводы, так и изучать научные последние исследования. У нас, в принципе, кроме Силуянова, мало чего-то и доступно в литературе. Поэтому мы с жадностью изучаем Силуянова, потому что он хотя бы что-то нам дал, какую-то хотя бы литературу, какие-то видео, и спасибо ему за это. Если мы, вот Егор обещает нам привести еще одного научного мужа, может быть, он вообще что-то другое нам расскажет. И о чем мы даже не можем, ту информацию, которую мы даже не можем. Опять-таки, если я уговорил поучаствовать Юру Бомбелу, он вообще может сказать, что он же на английском читает литературу американскую. Он может нам сказать, что это все вчерашний день, и что уже давно открыли, что время под нагрузкой должно быть другое, перерыв между подходами должен быть другим. Возможно, есть американские исследования, которых мы просто не знаем. Не-не, Юра, так не скажет Бомбелу, потому что как раз-таки наоборот, сейчас последние американские спортивные журналы сходятся к тому, что нужно именно ориентироваться на время под нагрузкой, а не на количество повторений. ты понимаешь, в пау-лифтинге это работает. Ты же в своем ролике очень грамотно сказал, что вот смотри, кто-то делает быстро, кто-то делает коротко, кто-то в полную амплитуду, кто-то в укороченную, и для кого-то пять повторений это пять секунд, а для кого-то пять повторений это 20 секунд. Нельзя ориентироваться на количество повторений, тем более, что, как ты сказал в ролике, красиво, что у мышц нет счетчика, он не считает, сколько ты сделал повторений. Да, но на практике в пау-лифтинге почему-то это не работает. Там нельзя сделать быстро 10 повторений. Вот теоретически мы можем сделать либо 3 повторения медленно, либо 6 быстро, да? А в пау-лифтинге такого нет, что вот сделать можешь 3 медленно, либо 6 быстро. Там сказано 3 и все. Почему практика расходится с теорией? Я не знаю. Я не знаю. Видимо, потому, что там определенная скорость все-таки рекомендуется выполнение повторений в пау-лифтинге. Там неправильно делать быстро. Потому, что это может быть опасным. Я думаю, что скорее всего просто пока еще к сожалению наука не столкнулась ни с пау-лифтингом серьезно, ни с бодибилдингом. А пау-лифтинг не столкнулся серьезно с наукой. И те могут ошибаться поэтому, и те. Надо их свести вместе, да? И вот практика плюс теория вот это будет страшное оружие. Только это. Когда такое произойдет, поверьте, мы начнем прогрессировать семимильными шагами. Тут нас благодарят за наши ответы. Люди, которые мы ответили, они нам сердечно признательны. Ну, слава богу, что он не зря сегодня пожертвовал своим временем. Все-таки к вам прорвался. видео смотрите на канале у Егора. Я его публиковать не буду. Кто хочет посмотреть трансляцию, пожалуйста, смотрите у Егора. Подписывайтесь на наших каналах. Пока. Да, всем счастливо, друзья.